И мы будем разговаривать не про зрение, а про то, что мы каждый день смотрим про телевизор. Про телевизор и как нам его увидеть после 14 октября. Чуть подробнее все поясним. У нас в гостях наши замечательные гости. У нас в гостях Алена Персидская, директор Ассоциации волонтеров Южного Урала. И наш большой друг Ассоцией Диков, начальник отдела оперативного управления сетью Челябинской областной радиовещательный передающий центр. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Расскажите, мы уже говорили о том, что мы скоро будем все переходить на цифру. Как идет, постепенно все-таки этот переход идет. 14 октября все ближе и ближе. 14 октября все ближе и как идет подготовка к этому. Буквка А у всех уже на экранах, расскажите. Сейчас идет такая большая информационная кампания. Мы рассказываем везде, где только можно, во всех средствах массовой информации. Выезжаем по населенным пунктам и рассказываем жителям, объясняем, как правильно переходить на цифровое телевидение. Для того, чтобы люди могли смотреть цифровое телевидение, самое главное, это надо, чтобы был либо новый телевизор, который работает в формате DVB-T2, либо, если старый телевизор у человека, то тогда надо приобрести специальную приставку, которая продается, можно сказать, фактически везде. Извините, перебью, давайте поясним нашим зрителям, потому что каждый день нам звонят в студию, в редакцию, говорят, как нам не потерять наш любимый канал. Давайте посмотрим, что если вы видите возле логотипа буковку А, значит, вам нужна приставка либо новый телевизор. Абсолютно верно. А если буковки А? Нет, значит, все в порядке, ваш телевизор современен. Да, вот это такой ликбез самый простой. Самый простой ликбез, абсолютно. Хорошо, а вот, допустим, жители смогут обратиться в нашего города или область, если у них возникнут какие-то проблемы при подключении? Допустим, ну, они купили приставку, а вдруг у них что-то там не показывает? Может быть, приставка не так к телевизору не подходит? Или телевизор не тот? Алена, я думаю, это к вам вопрос. Это телефон, да. Ваши волонтеры на прямом работают? Может быть, есть телефон горячей линии, по которому можно позвонить? Есть телефон горячей линии, да, по которому может позвонить любой желающий, кто не справился сам с подключением приставок. В основном это обращаются к нам пожилые люди, эти заявки поступают волонтерам, и волонтеры с большим удовольствием ходят и помогают в подключении цифрового телевизора. Ну, Алена, смотрите, все-таки обращаются сейчас все пожилые, а это зона риска такая, да, мошенники хотят на этом как-то вот наесться, да, что называется, нажиться. Скажите, ваши волонтеры, они в спецодежде, они приходят только по звонку, вот как обезопасить наших зрителей? Волонтеры всегда приходят только по договоренности с вами. Если вы не оставляли заявку на сайте, если волонтер предварительно с вами не связался, не назвал свое имя, вы не обговорили время, то это будет не волонтер. У волонтера есть четкая инструкция о том, что нужно сделать. Волонтеры, получая заявки, они обязательно созваниваются с человеком, договариваются о времени, называют себя, чтобы когда прийти, его там ждали. И никаких денег они не просят. Нет, волонтеры работают абсолютно бесплатно, и поэтому никаких денег они не ждут. Так что, да, внимание, дорогие телезрители, помните об этом. Потому что безопасность должна быть безопасной, что называется. Но скажите, а сколько вообще волонтеров в вашем движении, сколько людей помогают южноуральцам перейти на цифру? Сейчас около 600 человек помогают. Это в области? Да, это в области. Но каждый день эта цифра растет, она растет в очень позитивной прогрессии, и каждый день у нас добавляется все больше и большее количество человек, которые готовы помогать в подключении. Вот, Алена, интересно, волонтеры это кто в первую очередь? Это студенты? Да, это студенты высших учебных заведений и студенты среднеспециальных учебных заведений. Ну и давайте напомним, вот Константину вопрос на ком. Какие каналы могут исчезнуть, да, вот чего нужно не бояться после 14 октября? Что произойдет? Да, что это вот люди, что вообще картинка исчезнет, или что произойдет? Нет, конечно. В аналоговом телевидении не все каналы будут отключены, естественно. То есть останутся каналы такие, как ОТВ, 23-й канал, Восточный экспресс останутся, ТНТ останется, ЧЕ, это вот то, что в Челябинске. Телевизор что-то будет показывать, да? Сильно бояться не стоит. Да, потому что те, у кого старые телевизоры, естественно, они не лишатся полностью, то есть у них не будет пустых, так сказать, экранов. Да, да. То есть, естественно, значит, в Челябинске будет пять каналов показывать. Ну, может, просто у кого-то нет возможности приобрести или нет желания приобрести данный канал. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли в столь ранний час. А мы напомним, что в гостях у нас были Алена Персидская, директор Ассоциации волонтеров Южного Урала. И Константин Диков, начальник отдела оперативного управления сетью Челябинской областной радиовещателей, передающий центр, напоминали нам о том, что 14 октября наша область переходит на цифровое вещание и аналоговые каналы будут отключены. Да, и мы хотим напомнить, что телеканал УТВ продолжит работать. Для того, чтобы смотреть нас, необходимо будет либо переключиться на аналоговое вещание, либо подключить кабельное телевидение. Также мы будем вещать в спутниковом ТВ, телекарта и, конечно же, на сайте 1обл.ру, на Яндекс.ТВ, а также по 5 часов в день, утром и вечером в цифре на телеканале ОТР. Продолжение следует...